Добрый день, уважаемые коллеги! В эфире 360 секунд. Новости и комментарии для персоналов в Broadcast-индустрии. Час назад пришлось сообщение о том, что в Голландии официально отменена выставка ABC. И с нами сегодня эксперты Олег Березин, Илья Доронин и Алексей Фролов. Олег, скажите, пожалуйста, что думаете по поводу этой новости? Давайте сначала Илья скажет. Он у нас из Канады. Давайте послушаем Илью. И давайте послушаем президента ТКТ. Добрый день. Ну, это следовало ожидать. И я давно уже всем говорил, еще до отмены NAB, что ABC, скорее всего, тоже отменят. Мне никто не верил. Вот. Ну, это ожидаемо. Единственный вопрос сейчас, как людям, которые заказали уже стенды, билеты, гостиницу. Я считаю, что это огромная провокация была до последнего момента обещать выставку и потом ее отменить. Я понимаю, что выставки зарабатывают на этом. Им надо как-то зарезервировать деньги для себя. Но все посетители сейчас в очень сложной ситуации с путешествиями. И многие гостиницы, и, может быть, даже и деньги возвращать не будут. И тем более, что с билетами тоже может быть аналогичная проблема. То есть очень многие просто пострадают от этого. Олег, что скажете по поводу этого важного для индустрии сообщения? Ну, конечно, это, с одной стороны, ожидаемо, но, с другой стороны, где-то в душе и неожиданно. То есть все-таки до последнего теплилась надежда, что все хоть в каком-то формате состоится в офлайне. Потому что, на мой взгляд, для индустрии это очень важно. Смотреть в глаза друг к другу партнерам, коллегам хотя бы раз в год. А тут уже два года, на мой взгляд, такого личного общения. Сегодня в Москве, кстати, стартовала выставка на ТЭКСПО. Оправдались ли ваши ожидания? В каком формате она сейчас проходит? И как вы считаете, насколько удачно сейчас? На ТЭКСПО очень сильно выигрывает перед NAB этого года и IPC этого года. Потому что оно проходит в офлайне, все вживую. И на самом деле просто видно, как люди реально соскучились друг по другу. Все очень друг другу рады. Хотя, безусловно, все в масках. И поэтому это накладывает определенную проблему узнать старых друзей. Но, тем не менее. Слушайте, очень живо, на самом деле. Очень светлой. И мне нравится. Ну, хорошо. Алексей, а вам удалось выбраться на ТЭКСПО в ДНХ? И что думаете по поводу отмены IPC в Голландии? Ну да, они успели только обсудить о возможных мерах по ограничению. Так они были, соответственно, выполнены и приведены. Поэтому все это очень неожиданно, может быть, ожиданно отменилось. Да, что есть печально. Конечно же, два года подряд это не очень комфортная ситуация. Еще неизвестно, как дальше будет выставка NAB. Будет ли она, будет ли отменена, что там будет происходить. Это очень-очень большой вопрос, который всех нас интересует. На ТЭКСПО я еще пока не выбрался, к сожалению, я планирую быть там завтра. Но в целом, конечно же, я еще сейчас промикнула мысль, что всем этим, по крайней мере, на IPC можно было и в Москве провести. После того, как отменяются какие-нибудь спортивные мероприятия, чемпионаты, их было получено переносить в Россию. И это можно все проводить. Хотя у нас тоже общий фон ковидный, они очень благоприятны. Но будем из этого выбираться каким-то образом. Олег, а как вы думаете, не с горами весна, NAB, будет ли не быть в этом году, выставка в Лас-Вегасе? Обязательно будет. Потому что если уже и NAB не будет, тогда все, мир тогда разломился пополам. Слушайте, ну я верю, потому что Америка, на самом деле, очень жестко начала сейчас решать свои карантинные проблемы. И я думаю, что она состоится в любом случае. Потому что это уже, это очень важно, понимаете, когда некоторые спорят, зачем онлайн, зачем оффлайн, зачем приходить вообще на выставки какие-то. Выставка ведь не для того, чтобы показать сегодня свои достижения. Выставка для того, чтобы именно лично пообщаться. С NAB, ну единственная, может быть, проблема, у кого нет визы. Я-то получил свою визу ровно за две недели до объявления локдауна в прошлом году. И у меня уже один год списали. Но вот еще четыре года виза действует. Поэтому, ну это будет, конечно, тоже проблема. Потому что я знаю, что сейчас очень большие проблемы. Европейские визы для многих возобновить и американские. Алексей, получается, что у вендоров полностью меняется цепочка продаж. У системных интеграторов рушится бизнес. Нет выхода на партнеров. Вендор учится работать напрямую без посредников. Что думаете? Ну, не совсем так. Просто когда заказчику можно разговаривать напрямую с вендором, это удобно, это практично. Но никто не отменяет то, что есть интегратор. Все равно заказчик, какой бы он ни был классный, у него не будет того пула специалистов, инженеров, которые все это разрабатывают, внедряют, поддерживают. Это все сокращение цепочки общения между заказчиком и вендором, оно способствует, оно помогает. Спасибо большое, коллеги. И сегодня поздравляем с днём рождения Андрея Мамонтова, руководителя комплекса технического обеспечения, ТВ и радиопрограмм, русская медиагруппа. Спасибо большое за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова